Всем привет! Сегодня я хочу поговорить на такую интересную тему, о которой вряд ли кто-нибудь еще говорил. Точно так же, как и многие другие люди, довольно таки давно уже, никогда не мог подумать о том, что собаки могут предать хозяина. На самом деле это существует. И сегодня я хочу поделиться своей историей, каким образом именно в моем случае это произошло. Это не то, что собака выбирает себе хозяина. Да, есть такое понятие. Собака, не мы их выбираем, они нас выбирают. В этом тоже есть своя доля правды. Но я считаю, что здесь уже немножко не тот момент. Именно момент собака выбирает себе хозяина, так когда ты ее зовешь к себе, а она к тебе не идет. Здесь уже совсем другие отношения. Когда собака жила у тебя в доме, общалась с тобой и ушла к другому самостоятельно. И вот об этом я сегодня хочу поговорить. История эта случилась, ну, лет, наверное, так, 15 назад это все произошло. Когда мы еще жили в городе, и о приюте вообще не было даже и речи, и мыслей никаких не было о том, что когда-то будет приют, и у меня будет, ну, большое количество питомцев. Это не все питомцы, которых вы видите. Их больше двухсот на самом деле. О чем речь идет? О том, что много лет тому назад ко мне во двор прибилась такая небольшая собачонка, ну, размером с баллонку, чуть больше. Светлого цвета песик в очень-очень большие морозы. Тогда, ну, что-то около тридцатки давило, такие серьезные морозы были. Не то, что сейчас. Вот. Ну, в честь этого мороза и песик получил кличку Градус. Ну, Градус сперва жил на веранде, потом перебазировался, поменял локацию, перешел в дом на место жительства, на ПМЖ. Причем он выбрал место жительства под моей кроватью. То есть он всегда спал под моей кроватью. Вот. И на то время, когда это все происходило, у меня была очень такая интересная работа. Сейчас не факт. Вернее, не дело в том, чем я занимался. Просто это было связано с моим родом деятельностью. Я постоянно пешком очень много ходил по городу. То есть практически целый день был в передвижении и появлялся в разных местах города. Ну, скажем так, почтальон. Ну, что-то в этом роде, да. Вот. И когда я выходил из дома, вот этот вот градус, он постоянно меня сопровождал. То есть регулярно бежал рядом со мной там, может увидеть какую-нибудь собачку, подбегать, подбежать, пообщаться с ней. И все равно дальше меня нагонит и продолжает идти со мной. Если я где-то остановился, задержался, ну, выбирает укрытие для себя, может обычно, что он делал. Он ляжет под машину и лежит. И не видно его нигде вообще этого градуса. То есть так, как будто я и без собаки. Как только я начинаю дальше продолжать следовать по маршруту, неизвестно откуда появляется и дальше двигается со мной. Вот. И так мы с проработали зиму, проработали лето. И так получилось, что в один прекрасный момент внезапно я потерял эту работу и мне уже не нужно было так вот ходить по городу и проводить в пешей прогулке много времени. Когда мое занятие прекратилось вот это вот, я продолжал все равно выходить в парк с этой собакой, выгуливал его, ну, то есть совершали прогулки. Однако, градуса это оказалось мало. Дом, в котором я на то время проживал, он находился, ну, вернее, был разделен на две части. В одной половине жил я, а в другой половине соседя. И вот, в один прекрасный момент сосед устраивается на работу на рынок. Это, ну, около километра, полутора от моего дома было. И пешком каждый день ходит на этот рынок. Из дому на рынок и с рынка возвращается домой. Ну, что делать? А градус просек все это дело и уже сидит возле ворот и ждет, пока этот человек выйдет. Как только он выходит, он цепляется к нему и курсирует все с ним на рынок и тому подобное. Ну, ладно, думаю, ну, что, ходит и ходит. В конечном итоге человек на своей территории ставит ему будку на улицу. Как бы уже она не живет под, скажем так, у меня под кроватью, а живет на улице, в будке, во дворе у этого человека, будка еще и текет и тому подобное. Ну, в общем, получилось так, что градус променял прогулки на теплое проживание в доме. То есть он уже жил не у меня под кроватью в доме, да, и постоянно общался со мной. А жил в будке на улице, тем более будка эта текла и тому подобное. Но время провождения с этим человеком он имел возможность только пока по пути они идут оттуда и обратно, и пока он был там какое-то время на вот этом рынке. То есть какие-то у него там дела на рынке были, вот это вот время у них было общение. Ну, градусу было важнее передвижение. Ну, думаю, ладно, что делать? Поначалу он сидел возле калитки, ожидал этого человека, да, но жил у меня все равно под кроватью. А потом переселился в эту будку. И вот однажды так получилось, что когда этот человек возвращался с градусом домой, по одной стороне дороги, по тротуару, в горку они поднимались к нашему дому. Я в этот момент вдоль этой дороги, с другой стороны, тоже по тротуару опускался вниз. А возле меня пробегала беспризорная собака. Градус с той стороны дороги увидел эту собаку и решил перебежать трассу. А трасса очень оживленная была. Короче, вид этой собаки ему перенгнул. Он забылся, растерялся. Побежал, не обративши на то, что несется в машину. И попадает в ДТП, мягко говоря. Он попал под переднее колесо Волги, 24-й, а вылетел по диагонали из-под этой Волги, из-под заднего. Попа вот такая, не меньше. Я думал, там у него кишки просто со свистом вылетели. Ну, слава богу, этого не случилось. И, в общем, в шоке стартанул. Ну, пока еще в шоке. Далеко он не убежал. Я его в сознательном состоянии подобрал, может, метров через 300 по пути к дому. Принес его домой. Начал лечение, выходил его опять же под кроватью, да, на его любимом месте. Градус выздоровел и опять ушел на вторую сторону дома. Вот я этот момент, вот эту историю, воспринимаю не что иное, как именно предательство. Не выбор. Не то, что они нас выбирают, да, вот как я в начале видео объяснял, а именно предательство. Так что, то, что люди, многие говорят, собака никогда тебе не предаст. Вот это вот чушь полнейшая. По факту, собака может предать человека. Да, я согласен, собакам все чувства даны. И любовь, и ненависть, и радость, и слезы. Они испытывают все те же чувства, что и люди. И точно так же они могут хитрить. Единственное, чего не может сделать собака, это врать. Поэтому человека все время и тянет к собакам. Потому что человек всю свою жизнь живет и хочет, чтобы рядом с ним было какое-то существо, которому можно доверять. Именно доверять. Которое его не обманет. Вот собаки, они врать не умеют. Но, по факту, они могут предать. И история градуса закончилась печально. Почему? Потому что, живя на той территории, у соседей по весне начался огородик. А градус любил копать ямки. А вот. Ну, по всей видимости, это сыграло волшебную роль. Просто градус съел какой-то не тот кусочек и перестал дышать. Так, образно говоря. Вот таким образом закончилась его судьба. То есть, фактически его отравили, как я понимаю. Ну, что я хочу сказать по этому поводу. Что сегодня поделился вот таким вот наблюдением, такой историей из своей жизни. А я практически лет с десяти с животными и кое-что в них понимаю. Поэтому я утверждаю, что собаки могут предавать своих хозяев. Причем, я могу это доказать элементарно. Это я вам рассказал сегодня один из случаев, который произошел в моей жизни. Но в доказательство всему этому есть еще один случай предательства. Причем, второй собаке, о которой, возможно, когда-нибудь я расскажу или в следующей серии, если это вам уж настолько будет интересно. Это я увижу по комментариям и по лайкам. То есть, насколько люди интересуются этой проблемой. Если это кому-то интересно будет, то я расскажу вторую историю. И, возможно, как это говорится, поднапрягусь, пообщаясь с человеком, у которого живет до сих пор эта собака, которая тоже меня предала. Который я когда-то точно так же спас жизнь и имел, скажем так, неоднократное участие в ее лечении и тому подобное. Ну, фактически, не приложивая свои руки к этой собаке, она бы не существовала бы сегодня. Если это людям интересно, пишите. Если вот эта тема вам интересна, я приглашу человека, у которого живет собака, однажды меня предавшая. И вы посмотрите на реакцию этой встречи спустя сколько-то многих лет. Причем, эта собака является дочерью-основателем вот этого всего приюта. Это дочь Валкана. Ворчиш, иди ко мне. Ворчиш, иди ко мне. Ко мне, Ворчиш. Вот, это ее законная сестра. Ну, а она проживает сейчас у нашего большого друга, у Екатерины, вместе с племянницей Ворчиши и вышкой Валкана. И я вам смогу показать, то есть, вот эту встречу, кому это интересно. Ну, на этом я хочу закончить этот рассказ. Надеюсь, я не сильно утомил вас. Если видео нудное, пишите, будем исправляться и тому подобное. Всем пока. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok